На еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики обсудили итоги социально-экономического развития за 11 месяцев. И хотя окончательные цифры будут подсчитаны позднее, уже можно сказать, что этот год был для экономики республики неплохим. Доходы консолидированного бюджета Чувашии составили 50 миллиардов рублей с лишним. Рост по сравнению с прошлым годом на 9%. Объем промышленного производства превысил прошлогодний аналогичный показатель – более 101%. При этом по некоторым направлениям увеличение значительно больше. В этажах машиностроения объем отгруженной продукции увеличился на 18% или на 48 миллиардов рублей. Существенный рост регистрируется в производстве прочих транспортных средств на 19,6%. При этом предприятия концерна «Тракторные заводы» увеличили объем отгруженной продукции в полтора раза с 6,5 до 10 миллиардов рублей. С 1 мая по 15 декабря на предприятии концерна «Трудоустроены» 1603 человека. Задачей перед ними стоит вернуться на уровень докризисного периода. В Минэкономразвитии отмечают и увеличение внешней торгового оборота более 450 миллионов долларов США. При этом темпы роста экспорта выше, чем импорта. Среднемесячная номинальная зарплата превысила 26 тысяч рублей. Рост реальной зарплаты с учетом индекса потребительских цен на 8,2%. Примерно такие же темпы роста и в сельском хозяйстве республики. Руководитель ведомства Сергей Артамонов отчитался. Объем производства в действующих ценах – 77 миллиардов рублей. Рентабельность с учетом господдержки – 14%. В этом году общий объем господдержки составит 2 миллиарда 920 миллионов рублей. 120% к факту 2017 года. И что касается инвестиций, в 2018 году по ПК реализуются 63 проекта на общую сумму 7,5 миллиардов рублей. Созданием около 500 новых рабочих мест. И 20 декабря 2018 года на заседании правительства Российской Федерации рассмотрены проекты распоряжения распределения средств федерального бюджета, согласно которым Чувашьей республике предусматриваются дополнительные субсидии в сумме 195 миллионов 794 тысячи рублей. Клава Чуваши напомнил, все средства должны быть доставлены получателям без задержек. На совещании обсудили и подготовку к новогодним праздникам. Помимо культурной программы, особое внимание уделяется вопросам безопасности. Кроме этого, Михаил Игнатьев поручил всем руководителям муниципалитетов держать на контроле спортивные объекты, особенно лыжные трассы, горки и катки. Они должны быть в рабочем состоянии. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика.